А теперь о торжественном приеме в Кремле. Сегодня в трех парадных залах чествовали лучших выпускников военных вузов. Владимир Путин подчеркнул, укрепление боевого потенциала армии и флота будет продолжено. Государство обеспечит выполнение социальных обязательств перед офицерами. Репортаж Натальи Юрьевой. Защита диплома под грифом «Совершенно секретно». Военная академия Генштаба – факультет национальной безопасности и обороны государства. Для генерал-майора Алексея Рогозина это уже третье высшее военное образование. И третье – с отличием. За плечами тяжелый офицерский путь – от взводного до замкомандующего ВДВ. Поэтому о повышении боеспособности знает не понаслышке. Я чувствовал это на различных должностях и на командных, и на должности командира соединения. Тем более на должность заместителя командующего воздушного войсками. В последнее время у нас приоритет современной техники. На торжественном приеме в Кремле лучшие из лучших. Надежда российской армии. Этой традиции – чествовать выпускников военных вузов, окончивших учебу с отличием уже 82 года. В этот раз 732 офицера окончили военные вузы с отличием или золотой медалью. В одном строю и юные лейтенанты, и опытные командиры. С блестящими результатами офицеров лично поздравил верховный главнокомандующий. Владимир Путин отметил особую роль российских вооруженных сил. Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористические и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства. Только современные, мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора. От давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная, независимая, суверенная Россия. За последние годы российская армия заметно укрепилась. Вырос профессионализм офицерского корпуса. Это убедительно продемонстрировало и операции против террористов в Сирийской Арабской Республике. Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота. Владимир Путин обозначил и главные задачи, которые стоят сегодня перед правоохранительными органами и специальными службами. Противодействие терроризму и экстремизму, борьба с преступностью и коррупцией. Государство, в свою очередь, по словам президента, обеспечит военнослужащих всем необходимым. Продолжим заботиться об укреплении социальных гарантий для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб. Будем и дальше обеспечивать достойное денежное довольствие, предоставлять постоянное служебное жилье, повышать качество медицинского обслуживания для военнослужащих и членов ваших семей. Уважаемые друзья, нам предстоит еще очень многое сделать для укрепления всех силовых структур России. Рассчитываю, что вы будете безупречно выполнять все поставленные задачи. Честно и преданно служить России. Для многих в зале военная служба – продолжение семейных традиций, а некоторые вообще – потомственные отличники. Для меня всегда примером являлся мой отец. Он здесь был в 2000 году, он окончил второе высшее образование с отличием. Я тоже решила, что мне нужно ориентироваться на него и быть похожим на него. Вся моя семья, все родственники, все служили. Я потомственный офицер, моряк. Сын мой обучается на третьем курсе также военно-морского института в Санкт-Петербурге. Тоже пошел по моим стопам. Второй сын планирует в следующем году поступать на Химовское военно-морское училище. Поздравил выпускников-отличников и министр обороны. Уважаемые выпускники, совсем скоро вы прибудете к новым местам назначения. Вас ждет трудная, но вместе с тем интересная служба. Решение сложных и ответственных задач потребует от вас полной самоотдачи, высочайшей дисциплинированности, требовательности к себе и подчиненным. Руководство страны и Министерство обороны рассчитывает на вас. Убежден, что вы оправдаете это высокое доверие, станете надежной опорой государства. Российские военные учебные заведения во всем мире признаны одними из лучших. Именно поэтому по специальной программе на обучение в нашу страну приезжают иностранцы. Сегодня в Кремле они тоже среди медалистов. Совсем скоро разъедутся по домам. На иностранной форме то, что военные называют поплавками. Эти ромбики с двуглавым орлом, говорящие об окончании российского военного вуза. В конце встречи общая фотография на память. Вместе с верховным главнокомандующим. У каждого своя будет жизнь для вооруженных сил, правоохранительных органов, спецслужб, свое направление работы. Хочу вам пожелать, чтобы все это было вам по душе. Если так будет, если вы себя на это настроите, у вас все будет спориться в руках, все будет получаться. В конечном итоге и результат будет замечательный для страны. Я очень на это рассчитываю и желаю вам истинного всего самого доброго. Удачи и успеха. Наталья Юрьева, Андрей Лесных, Евгений Лямин, Елена Штоклова, Павел Рудаков и Сергей Филиппов. Первый канал.